Спустя пару дней после выборов некоторые предприятия и управление мэрией вновь подверглись стихийным проверкам, заявил накануне мэр Кишинёва Иоанн Чабан. В трудовой инспекции Министерстве финансов отмечают, что их инициировали на основании запроса, поданного гражданами. Кроме того, они входят в ежегодный план проверок. Ровно через два дня после президентских выборов некоторые управления предприятия и аппаратуры подверглись внезапным финансовым проверкам. Навестили их и представители трудовой инспекции. «Чуть позже я представлю больше деталей по этому поводу. Хотелось бы сказать, чтобы чиновники занимались своей работой, а не запугивали людей», — написал Иоанн Чабан в Телеграм. Между тем, исполняющий обязанности главы территориальной трудовой инспекции Кишинёва Андрей Пресыкарь утверждает, что проверки подвергли лишь одно учреждение, и связано это с поданной гражданами петицией. «Мы провели инспекцию в управлении парков культуры и отдыха, но это не связано с политикой. Основанием для проверки стала петиция, которую получил наш коллега. Контроль был сегодня. У инспектора есть пять дней для того, чтобы представить результаты». Чиновник добавил, что инспекцию провели без участия представители Министерства финансов. В последнем также отметили, что проверки в управлениях мэрии не связаны с политикой. По словам главы службы связи Минфина Кристины Николау, они намечены и в других учреждениях, в том числе региональных, согласно плану ведомства. «График этих проверок является регулярным и направлен на повышение эффективности расходования государственных денег. Планы опубликованы на сайте финансовой инспекции», — подчеркнула она. «Мы связались с пресс-секретарем мэрии Василием Кириллеско, чтобы уточнить, в каких учреждениях прошли внеплановые проверки. Однако он заявил, что не может представить деталей по этому поводу». Продолжение следует... Продолжение следует...